здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня хочу вместе с вами спрогнозировать результаты американских выборов которые уже скоро будут и сейчас на сегодняшний день у нас есть несколько событий которые мы можем проанализировать одно событие у нас уже было это дебаты трампа и харрис а второе событие наступит позже и какая удача и в интернете оказалось не только дата рождения обоих кандидатов но и время рождения и место рождения поэтому мы сможем построить полноценную натальную карту и сейчас перед вами натальная карта трампа и она о многом уже говорит обратите внимание на его 10 дом здесь и уран это его экстравагантность это его подача такая неожиданная да вот он всегда какой-то неожиданный он всегда как человек оркестр вот это вот как раз и есть этот уран революционер всегда непредсказуемый всегда такой весь на него смотреть одно удовольствие кроме того смотрите в десятом доме находится узел то есть это его предназначение это северный узел это то куда он должен прийти в конце жизни это политика да то есть он должен быть политиком и солнце тоже украшает этот десятый дом это говорит как раз о том что человеку место в политике это вот прям человек который нашел место в политике и ну как мы все знаем его мы все хорошо его эти в этом знаем а кроме того знаете что меня вот хочется отметить да это нептун во втором доме это кстати вот девчонки обратите внимание что вот мужчины с нептуном во втором доме они часто немножко отрываются от земли они они умеют считать свои деньги и немножко пребывают в какой-то иллюзии могут спустить деньги ну куда-то не туда без учета того что им это понадобится в дальнейшем и соответственно у таких людей то густо то пусто но как мы знаем у трампа как раз именно так ну ладно всю натальную карту я его разбирать не буду просто сейчас нам нужно разобраться в транзитах и транзиты еще с точки зрения именно обучения у меня есть мини обучение по астрологии и там я этого не объясняю я сегодня объясню вам две интересные фишки которые вы будете использовать и вам это обязательно понравится поэтому вот это видео я я сделаю включу в свое обучение да ну давайте разбираться значит трампа мы немножко с ним познакомились с помощью его натальной карты теперь давайте посмотрим что за транзиты у него были в момент когда происходили дебаты с харрис почему он так облажался а вот пожалуйста смотрите сейчас интерактивная карта очень хорошо вот в новом ноутбуке у меня прям получилось что можно выводить интерактивную карту и это очень здорово и в консультациях и везде вообще просто потрясающе ада значит смотрите преобладание красных аспектов это говорит о том что день у него был неудачный в тот момент я поставила вот пожалуйста 10 сентября 24 года в 2100 они начинали ну в общем вот такая вот натальная к вернее так такие транзиты а теперь внимание как мы читаем транзиты вот я вам сейчас покажу классную фишку которую вы будете потом использовать а значит смотрите вот транзитный уран например вошел в десятый дом ну вот он в десятом доме и он ну вот он как раз транзитный вот смотрите внутри это натальная карта трампа а снаружи это планеты которые на момент когда происходили дебаты как они встали относительно натальной карты трампа напоминаю что натальная карта эта фотография небо в момент рождения человека она фиксируется и человек поэтому тех заданию живет а то что на небе же звезды ну планеты продолжают двигаться это что меняется вот это составляет транзиты чтобы вы понимали да и вот здесь мы на накладываем 222 фотографии небо и смотрим какие аспекты и здесь смотрите вот начнем стране с транзита урана уран встал в квадрат а к натальному марсу трампа а если но натальный марс у него практически на асценденте да он считается в 12 доме но он рядом с асцендентом это говорит о том что перед нами человек выскочка вот человек с марсом на асценденте он впереди планеты всей он он весь такой весь раз ну вот хвостом он он ввязывается в драке никогда его не просят а потом разбирается и а зачем вообще дрались ну то есть вот марс на асценденте это выскочка и посмотрите транзитный уран уран это планета потрясений до неожиданных потрясений каких-то неожиданных событий каких-то вообще непредсказуемых раз ну вот вот прям каких-то даже в конце концов ну не знаю катастроф не катастроф но каких-то вот вещей которые мы не можем предугадать это высшая октава меркурия ну ладно не буду сейчас умничать а смотрите он вошел в 10 дом человека до которого мы рассматриваем он уже давно туда вошел в принципе сейчас не об этом речь но как мы трактуем именно транзит из-за вот смотрите темы 10 дома то есть тема 10 дома это карьера это то что человек в глобальном смысле оставляет после себя это его имя это его репутация это его достижения до самые большие в жизни достижения это 10 дом соответственно уран транзитный вошел в 10 дом и из 10 дома аспектирует негативно его марс из-за темы карьеры из-за того что человеку нужно реализовываться по 10 дому идет сейчас удар по его эго по сути по его эго по его вот этому вот то что он выскочка вот вот по этому всему идет удар и как это дословно трактуется из из-за а уран это же неожиданности да и получается из-за неожиданного формата шоу происходит удар по его эго что значит неожиданный формат и шоу вы видели что на шоу во первых не было зрителей которые бы поддерживали трампа я не знаю вмешали они ему или помогали но в любом случае возможно что он на это рассчитывал но зрителей не было группы поддержки не было а ведущие перебивали его как ну если вы пересмотрите вы увидите что ну там понятно почему перебивали потому что он нес откровенную фургу и это все кстати вот в этих транзитах мы сейчас увидим но ведущие перебивали потом задавали неожиданные вопросы которым он не был готов то есть много неожиданностей из-за того что он хочет реализоваться по десятому дому до из-за реализации по десятому дому из-за неожиданностей по реализации десятого дома произошел удар по его эго по его движению вперед марс это движение вперед это проявление себя в социуме там но он на асценденте он он еще и такой весь весь человек оркестр да и вот и уран у него там в десятом доме и марс на асценденте ну мы мы его прекрасно видим знаем что за человек да и обратите внимание это значит первая фишка вот как трактуем транзитные планеты еще раз из-за чего вот здесь вот смотрим по транзитной планете из-за этого происходит удар или наоборот продвижение если это зеленый аспект или помощь какая-то то есть через транзитную вот планету через транзитный дом получается из-за чего идет какое-то событие вот так вот трактуется да и еще чтобы понять в какой день в какой момент происходит это точное событие обычно события происходят мы мы можем вот благодаря астрологии мы можем прям четко определить когда вот именно этот аспект срабатывает прям четенько смотрите нажимаем прям вот как левой кнопкой мыши вот вот прям указательным пальчиком чем мы делаем ну вот мышку нажимаем на этот аспект когда вот видите вот здесь вот квадратура уран-марс мы нажимаем просто мышку и у нас выходит вот это окно сейчас я вам покажу его чтоб чтоб вы поняли смотрите самый точный аспект вот этого транзита произошел 29 июля 24 года но плюс минус вот смотрите самая большая вероятность событий это на сходящемся аспекте когда планета движется вот эта центральная линия да вот когда планета движется к центральной линии и вот здесь вот уже рядышком она когда пролетает это значит что вот сейчас самая большая вероятность какого-то события значит смотрите это где-то вот начиная с 15 возможно июля и ну вот это вот тоже вероятность очень большая но смотрите она идет практически вот параллельно вот с этой центральной линии поэтому вот это все время тоже довольно опасно да вот плане в реализации этого транзита так как это квадрат это плохой транзита и соответственно мы видим что у него как раз а где мы сейчас находимся вот какую дату мы смотрим вот а показывает нам вот это вот линия красная линия а так что вы можете в своих какие транзитах да вот если вы обучаетесь астрологии или занимаетесь просто программа z9 там много разных возможностей но вот это вот я думаю что вам очень полезно будет вот в своей жизни использовать потому что это прям четко дает даты да когда это происходит да по транзитам мы тоже можем как бы но транзиты они вот эти линии они долго могут аспектировать да и мы думаем что событие происходит а на самом деле она уже произошло или она еще не созрела да хотя вот именно когда только появляется этот транзит это значит что все как раз должно происходить но дальше идем следующий аспект так давайте вот солнышко у нас сейчас идет по первому дому что говорит о том что ну вообще солнце по первому дому это говорит о том что он как личность можно сказать растет взращивает себя ну куда уж больше до что называется взлет его личности да сейчас вот пока солнышко идет по первому дому но солнышко аспектирует квадратом на его уран вот обратите внимание квадрат солнца уран что это значит из-за его эго опять-таки удар по его знаменитой оригинальности то есть вот здесь вот оригинальность и экстравагантность вообще не нужно было да вот вот в том случае надо было просто подготовиться основательно да и там цифры какие-то себе там подготовить ну чтоб как-то либо проверить информацию про тех собак которых едят это было просто вообще трэш какой-то ну а поэтому вот здесь вот как раз из-за его эго вот первый дом это можно сказать что ну дом физического тела да это еще и эго наши до первый дом это вот то что впереди нас идет мы входим в помещение нас видят как 1 1 дом асцендент первый дом вот это вот как нас вот первое впечатление какое мы производим и здесь получается солнышко да она идет по этому дому но она квадратирует получается его вот эту визитную карточку его уран в десятом то есть вот это его поведение экстравагантная она не совсем здесь подходит дальше идем лилит смотрите лилит тоже квадратирует меркурий а лилит уже идет по второму дому что говорит о том что очень много соблазнов по расходам второй дом это наши ресурсы деньги время энергия вот то что у нас есть это как раз второй дом то что на что мы можем полагаться на что мы можем рассчитывать и здесь получается сейчас проходит лилит это говорит о том что большие расходы у трампа сейчас и мало того что большие расходы здесь получается на меркурий аспект а меркурий находится в одиннадцатом доме 11 дом это сторонники это те кто нас поддерживают это те ну это вообще дом подарков от вселенной когда вот допустим нам что-то нужно и тут бах приходит человек и предлагает нам именно это вот это это как раз вот так работает 11 дом это уже знаете то дом ангела-хранителя да и меркурий в этом доме это очень хороший показатель то есть интеллектуально сторонники всегда поддерживают да вот он всегда находит сторонников это очень хорошо у него вот получается в натальной карте меркурий он как раз дает всегда информацию где находить этих сторонников как с ними общаться ну то есть здесь он кстати меркурий это еще и бог торговли получается он всегда может себя сторонником продать хорошо ну то есть вот это все в общем-то прекрасно да но на этот самый меркурий аспектирует лилит из второго дома о чем это говорит а это трактуется так из-за неправильных расходов из-за неправильно израсходованных ресурсов скажем так ну то есть вот было много соблазнов и он куда-то эти ресурсы разбросал да неважно этому деньги не деньги важно что ресурсы до ресурсы он куда-то подевал и сторонники могут принять решение отвернуться до из-за того что вот ему дали время да а он неправильно его израсходовал не те вещи стал говорить до время которое вот на эти дебаты отдали обоим кандидатам харрис например использовала мне кажется на всю катушку да вот она информацию давала ту куда надо ту которую надо вела разговор туда куда надо а он как-то вот больше терялся да и вот поэтому сторонники посмотрели и приняли осознанное решение что ну что то здесь не то то есть часть сторонников может отвернуться вот по этому квадрату понимаете вот как трактуется дальше идем вот смотрите казалось бы ну это всего лишь планеты но планеты они настолько на нас влияют что я просто на этом примере сейчас вам покажу то что происходило на дебатах а потом мы с вами посмотрим что будет происходить на выборах и после выборов я следующий день посмотрю значит дальше у нас на позиция значит оппозиция первая позиция так 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 от узла от узла идет к нептуну который у нас во втором доме да то густо то пусто помните я вам сказала и здесь получается оппозиция то есть из-за у нас в восьмом доме сейчас по восьмому дому идет узел у трампа да это говорит о том что сейчас пришло время трансформации для того чтобы могут реализовать свое предназначение да и из-за этих трансформаций идут большие расходы скорее всего да то есть вот слишком много этих трансформаций слишком много расходов и это вызывает негативную реакцию потому что это оппозиция вот если бы здесь зеленый аспект шел к этому нептуну это говорила бы о том что но из какого дома был он шел это говорила бы о поступлении денег а здесь это говорит о том что деньги утекают вот такая вот такой результат этой оппозиции кроме того следующая оппозиция вот пожалуйста от венеры к селения венера идет по второму дому да она дает ресурсы венера это очень хорошая планета она она планета которая и про деньги еще натальной карте она как раз деньги и олицетворяет и во втором доме ей самое место но от нее к сожалению здесь идет аспект негативный оппозиция то есть из-за денег денег вот прям здесь потому что венера это тоже деньги или хотелки или желания или потребительские какие-то запросы до из-за этого всего идет удар по его везению у него в восьмом доме находится селена до белая луна это как раз то место где ему везет да ему обычно везет в таких стрессовых ситуациях и вообще селена в восьмом доме говорит о том что чем сложнее жизнь чем больше трансформации стресса каких-то экстремальных штук тем больше ему везет фартит вот это тот человек который на гребне волны постоянно до либо под волну уходит потом опять выходит ну то есть это вот вот везение его именно в этом что он вот так вот балансирует всегда но получается что из-за того что ну не знаю может какой-то спонсор посмотрел и сказал ну блин ну слишком ты играешь с огнем ну то есть и и отказал ему в спонсорстве я не знаю происходило это или нет но вот и поз по этому аспекту судя по этому аспекту что-то подобное могло быть кстати могу вам даже дату сказать исходя из того что я вам сейчас показала вот нажимаем опять-таки кнопочкой а вот прям смотрите получается что это произошло 10 10 этого сентября прям 10 сентября ну вот прям сейчас этот ну вот прям на момент когда мы смотрим а получается что возможно что этот самый спонсор посмотрел и сказал блин ну ё-моё ну совсем не не надо мне такого и перестал его спонсировать ну вот такая вот история кроме того смотрите ну теперь позитивный аспект давайте хоть немножко рассмотрим был у него и позитивный правда очень кратковременный потому что это от луны от луны аспекты буквально там час не больше да это вот перепады настроения которые у нас бывают это можно как раз посмотреть по аспектам луны если вы научитесь делать над натальную карту и транзиты да это легко делается у меня курс 990 рублей всего там простейшие уроки да если вы закачаете себе программу z9 и вы сможете каждый день себе смотреть эти самые транзиты так вот когда луна проходит аспектирует по каким-то планетам это происходит очень быстро но это очень чувствуется луна она как раз про наши эмоции да и вот эмоционально мы очень четко ощущаем такие транзиты и что значит луна из 4 дома то есть дома семьи у нас аспектирует хорошо на юпитер который у нас во втором доме да ну получается что благодаря семье идут все-таки поступления в его ресурсы я не знаю денежные ресурсы или может просто эта поддержка семьи да как бы работает на то чтобы он опять воспрял и так далее но вот в данный момент и это даже могу сейчас сказать это долго чтобы не задерживать ладно так вот пожалуйста ну вот как раз когда он это после 22 часов здесь уже по часам вот вы если начнете вот это использовать да вы разберетесь да тут можно масштаб менять ну то есть есть много таких фишечек вот верхняя верхний ползунок это меняет масштаб сейчас сейчас секундочку вот здесь вот верхний ползунок меняет масштаб нижний ползунок меняет вот это вот продвигает вот эту картинку потому что вам захочется это все глубже рассматривать но самое главное что вы должны понимать вот вот эта линия это то что мы смотрим вот вот эта дата которая у нас сейчас вот здесь вот да вот это время вот эта дата а получается вот эта стрелочка да это время точного аспекта прям точнейшего аспекта вот так это работает так значит дальше по трампу понятно да да еще у него соединение сейчас секундочку поймаю это соединение значит уран судя по всему ада а юпитер и прошу прощения юпитер соединение с узлом но тут получается что все-таки социум да подошел к тому что вот для реализации его предназначения получается что юпитер здесь подсвечивает его предназначение это хороший аспект потому что все-таки его предназначение в десятом доме и ну как бы вот от этого хотелось бы от этих дебатов хотелось бы ожидать большего но что поделать что получилось то получилось давайте теперь посмотрим на харис что же там у нас по аспектам сейчас включила но здесь тоже и красные и зеленые а значит с чего начнем плутон из третьего дома у нас квадратирует меркурий меркурий у нас двенадцатом доме что это значит ближнее окружение третий дом это ближнее окружение может поставить под сомнение ее интеллект который в двенадцатом доме который может быть не виден и сейчас надо максимально убедительно говорить чтобы ни капли сомнений не было в словах то есть смотрите как она отработала этот аспект просто на пятерку изначально к ней относились возможно недостаточно недостаточно серьезно да ну много там аспектов много предрассудков можно навесить на нее да она там женщина она без детей там и прочее прочее да и ей надо было в этих дебатах показать всю свою мощь вынуть вот этот вот меркурий из 12 дома обычно вот если в 12 дом планета попадает ее нужно просто тренировать накачивать мышцу чтобы вот эта планета работала потому что она там отсиживается она сидит себе тихонечко а как это лень это путь к смерти и так далее то есть на получается что ей необходимо было этот меркурий вынуть и показать и просто вот по-взрослому до что называется и я считаю что она с этим справилась да значит а сатурн управитель в третьем тоже управитель 3 вот в третьем что тоже хорошо надо много говорить убеждать себя продавать себя третий дом этой про продажи уран соуправитель в десятом а значит давить это я управителей для чего упоминаю еще одну фишку вам говорю а значит смотрим кто управитель да и соуправитель в какие знаки попадает и какая планета где находится то есть через что мы можем усилить этот дом и здесь получается что один управитель в этом же доме находится значит нужно прям продавать продавливать разговаривать убеждать это первое и второе уран соуправитель уран это водолей часть третьего дома находится в водолее уран соуправитель соответственно нужно давить плюс авторитетом именем статусом и еще так как это уран у нее кстати тоже уран здесь же в десятом доме то есть это тоже неожиданная подача себя да это какая-то вот оригинальность да вот вот это вот все что есть у трампа у нее тоже есть да вот эта нестандартность и вообще точный аспект мы тоже можем посмотреть но я не буду тратить на это время точный аспект был 1 августа вот этот аспект он включился именно ну вот прям вот эта стрелочка которую я вам показывал 1 августа плюс-минус там несколько дней вот в эти даты происходило что-то серьезное что с помощью чего в нее должны были поверить да и вот здесь тоже этот аспект работал и мы с вами это все еще раз в очередной раз ей пришлось нам продемонстрировать и нам с вами пришлось это посмотреть да увидеть на дальше а луна из первого дома луна идет по первому дому но это на кратковременный аспект от луны да но тем не менее все таки мы будем его озвучивать значит квадратирует венеру венеру в десятом из-за эго вот получается первый дом проще говоря это наше эго да ну плюс-минус ну пускай будем будем называть это эго из-за эго эмоционально луна этой эмоции нет желания стать знаменитой или недостаточная мотивация вот так вот это можно трактовать потому что венера это то чего я хочу и здесь получается из-за может волнение да по эго недостаточно хочется да уже как-то вот вот это венера это хотелки до хочется ей так как венера в десятом ей хочется тоже стать известной вот тоже вот эта вся политическая история ей это нравится да но вот луна как раз ей подсвечивала очень нехорошо то есть эмоционально трампу луна подсвечивала хорошо а вот ей как раз луна подсвечивала не очень то есть внутреннее ее состояние было не очень на момент дебатов на это вот говорит сейчас нам натальная карта а дальше мы теперь так 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 а чё это у меня в перемешку красные зеленые но так сатурн из четвертого так хочу это ту 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 на плутон десятый что-то не а вот да сатурн я что-то смотрю на натальной сатурны думаю от него же нет аспекта вот пожалуйста вот этот оппозиция от сатурна в плутон то есть смотрите борьба сил неподвластных ей из-за семьи родина родины и кстати вот из-за может быть проблем в семье вот здесь тоже получается сатурн на плутон ей давит негативно поэтому из-за семейных каких-то вот тайн секретов там каких-то чего-то нелицеприятного может быть поставлена на кон ее карьера потому что плутон у нас в доме карьеры и кстати у нее плутон в доме карьеры если она станет президентом она может вот прям много чего сделать такого с чем она войдет в историю потому что плутон это когда вот на таких вот местах находится плутон это люди меняющие историю да значит дальше селена из восьмого у нас так селена где у нас вот селена квадратирует так что она квадратирует закрылая луну ну а вот луну в пятом значит что это такое селена в восьмом это и мощная поддержка и вообще вот те трансформации в мире которые сейчас происходят это и есть то почва да вот казалось бы байден да сошел в дистанции вместо него поставили ее то есть эта проблема да по сути эта проблема вроде как для всех но для нее это счастливый случай то есть вот эти проблемы которые возникают для нее получается что это везение вот сейчас когда селена идет папе по восьмому дому да вот вот так это проигрывается а значит и тем не менее все таки при том что до казалось бы она там работает по восьмому дому но она уже выходит из него но получается что в данный момент в данном аспекте негативно влияет на ее эмоциональное состояние эмоционально ей опять очень тяжело смотрите здесь луна транзитная негативно аспектирует здесь полу не натальной тоже негативно аспектирует казалось бы везение да казалось бы она на этой волне поднялась да но тем не менее по эмоциям она чувствует себя не очень так негативные аспекты мы проговорили теперь давайте по позитивным из пятого дома вот у нас по пятому дому идет узел и он аспектирует позитивно на ее личную селену селена у нее в первом доме и это говорит о том что благодаря творческому подходу то есть из-за творческого подхода но здесь можно использовать слово благодаря творческому подходу она там артистизму пятый дом это еще и артистизм это дети это это творчество это влюбленности это вдохновение да вот благодаря этому вдохновению она включает свое везение на полную мощность и вот здесь вот как раз включается ее харизма и точное соединение кстати вот этого аспекта будет но она начинается вот именно здесь да а точное соединение будет 2 ноября вот прям к самым выбором это очень здорово это прям вселяет надежду на успех в ее случае то то есть вот вот и пожалуйста этот аспект сулит нам очень много благополучия для хариз и еще так еще аспект юпитер юпитер у нас марс значит юпитер на куспит 8 дома встал то есть вот опять трансформации благодаря сложности у партнера кстати ну сложность была у байдена да он бы он же она вице-президент он ее патрон и вот благодаря сложности ну патрон это партнер по сути да они же в партнерстве работали и здесь получается что благодаря вот этой сложности а у партнера так подождите а есть возможно так подождите у нее есть возможность проявить свой марс и стать ну я не знаю богом правителем и так далее то есть у нее появились возможности девятый дом это как раз вот управление вернее не управление это расширение сознание это учительствование это введение за собой это бог внутри нас это философия это ну то есть вот получается что у нее есть возможность продвинуться в социуме благодаря по сути благодаря проблемам партнера да ну как бы трансформациям партнера то есть тут восьмой дом он еще есть ну смертный ну в этом не не в прямом смысле слова но получается что байден как бы уступил ей место да и вот вот такая вот история и здесь у нас еще идет один аспект от юпитера к луне к луне ее натальной которые в общем то не очень удобно вот от этого до квадратирует но тем не менее все-таки юпитер по головке гладит ее эмоции и благодаря сложности партнера есть возможность проявить себя прекрасный шанс да и прекрасный шанс успокоиться да и отдать отдать себя на волю вот этого творчества вдохновения и так далее то есть вот пожалуйста то что происходило в момент дебатов с нашими кандидатами теперь давайте поставим уже выборы на так начнем с кого с трампой ну давайте харрис не будем менять по харрис давайте посмотрим вот выборы ставлю и что мы здесь видим по харрис так сейчас идут шпаргалочку свою на листаю значит что по харрис у нас три красных аспекта и четыре зеленых а уже изначально как бы больше хорошего до больше хорошего но давайте начнем с плохого первое это плутон из третьего дома аспектирует на этот на меркурий это я уже говорила да что и ближнее окружение может и не верить поставить под сомнение им надо все все силы вкладывать в то чтобы ей поверили да это этот аспект уже был но так как от трансурановых планет аспекты длятся очень долго и здесь он никуда не ушел с момента дебатов он так и остался потому что это от трансурановых планет они двигаются очень медленно и очень долго аспектируют как правило это период аспекта этих планет и около двух лет плюс минус там поэтому ну как бы здесь все нормально а дальше от марса из девятого дома так идет на меркурий опять таки значит квадрат значит что это значит агрессия при продавливании идеологии то есть смотрите агрессия при продав 9 дом этой идеологии марс это движение вперед и агрессия тоже данную потому что это квадрат поэтому берем плохое слово до агрессия если допустим если бы это был зеленый аспект я бы сказала что это движение вперед это продвижение да а здесь получается марс работает агрессивно получается агрессия при продавливании идеологии может подорвать репутацию об интеллекте то есть ей давить очень сильно не надо но этот аспект видимо уже данным но он может сработать да вот в момент выбора у избирателя может сработать вот эта фишка что она слишком агрессивно вела себя в плане там идеологических вопросов и поэтому могут не поверить в ее интеллектуальные способности то есть вот здесь вот ей надо когда кстати у нее этот аспект чутенько включается сейчас я посмотрю прям когда а вот он как раз в день выборов и будет включен смотрите вот соединяется или эта линия и вот это то есть получается что здесь ей нельзя каких-то агрессивных заявлений высказывать да и нельзя как-то продавливать идеологию людей дальше идем что мы дальше видим сатурн из 4 дома продолжает аспектировать ее уран это мы уже видели на дебатах это я уже проговаривала поэтому не буду повторять дальше а теперь по позитивным негативных 3 и позитивные теперь смотрим так 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 у нас узел из 5 дома так 5 5 так 5 а вот пожалуйста узел вот на селену а это мы уже тоже в дебатах проговаривали до узел он тоже довольно медленно движется и поэтому здесь тоже длительные аспекты он с дебатов не ушел поэтому повторять не будем а солнце в двенадцатом сейчас находится солнце идет по двенадцатому дому и хорошо аспектирует секстилем она уран то есть смотрите от сатурна со стороны семьи до идет негативный аспект но здесь вот прям солнышко пришло на поддержку вот знаете как будто какие-то незримые силы и психологическая ее устойчивость поможет справиться с тем что будет давление ну вот именно в этот момент она справится с тем давлением да вот именно в день выборов солнышко она там пару дней аспектирует да и поэтому здесь вот как раз вот в эти дни можно сказать что она всю свою психологическую устойчивость заберет в кулак и благодаря ее психологической устойчивости ее вот это вот может быть не совсем формальное поведение да потому что уран это неформальное поведение а сатурн это как раз все по правилам и вот здесь вот как раз правило по сатурну до против ее вот какого то может быть слишком оригинального поведения стоит и получается что здесь вот все шансы на то что она благодаря своей психологической устойчивости а 12 дом это наша еще бессознательная до психологическая устойчивость и вот это вот как раз сработает на плюс дальше солнце из 12 а подождите я это уже она уран 10 говорила юпитер юпитер и из 7 8 да вот он он по сути на куспиде до 8 но в принципе он и и 7 тоже ну то есть это партнер скорее скорее всего да что благодаря сложности у партнера есть шанс проявить себя но это это было вот эти два аспекта они и были потому что юпитер тоже медленная планета то есть вот все что мы рассматривали часть из этих аспектов они продержатся до для до выборов но в принципе вот выходит что у нас три негативных и четыре позитивных до касания а теперь что еще 6 ноября давайте посмотрим что будет происходить сразу после выборов потому что вот это тоже показатель того что ну как человек будет себя чувствовать да и давайте посмотрим после выборов осмотрите что оппозиция от венеры второго дома оппозиция на узел 8 это знаете что цыплят получили по осени считают много вложено в желание я ну то есть венера у нас во втором во второй дом вошла да вот кстати у него во второй дом входит как раз венера да и она же негативно аспектирует ее предназначение кстати ее предназначение в восьмом доме это человек который на стрессах можно сказать вот на каких-то трансформациях и вот ее задача как раз переживать учиться в этих трансформациях жить существовать ну президентский пост это как раз самое место потому что там уж трансформации ей будет ох как много предоставлено то есть вот эти стрессовые ситуации вот это все экстрим и игра на лезвии ножа вот это вот восьмой дом это прям идеально подходит поэтому ну что много вложено в эту избирательную кампанию да и получается что действительно сядет у разбитого корыто в плане того что денег потрачено уйма теперь где же эти деньги брать но как бы вот такой вопрос у нее возникнет это первое второе что сатурн все еще аспектирует до плутон из третьего тоже аспектирует до продолжает ну вот эти длительные аспекты что еще у нас марс меркурий тоже продолжает аспектировать как и накануне значит усиливается аспект от солнца к плутону вот здесь вот очень хорошо то есть как раз вот прям прям четенький аспект вот даже если вот с этой стороны будет удар да то вот с этой стороны и и психологическая стабильность да она выдержит удар я так думаю если вдруг какая-то непредвиденная ситуация а потом что от луны во втором доме так луна у нас во втором где стоп подождите луна 2 так как дела вот луна а подождите а слушайте тут просто другое время надо поставить я не помню какое я время оставила у меня от луны был аспект на венеру в 10 то есть а сейчас так подождите какое время поставить ну давайте 12 часов поставить но это я же говорю луна очень быстро скачет вот от луны да вот он вот он этот аспект от луны курану идет так так и курана и венере тут тоже то есть смотрите вот ко всем этим планетам и к плутону то есть она будет чувствовать себя приятно вот вы знаете ее ресурсы да вот эмоционально да вот получается что очень много потрачено очень там много каких-то сложностей да с ресурсами с финансами но с другой стороны вот знаете такое чувство выполненного долга и внутреннего эмоционального спокойствия вот вы знаете и в из-за ресурсов да вот получается что будет хорошо вот по десятому дому 10 дом карьера то есть вот здесь вот я вижу что ее ожидает прям такое знаете чувство удовлетворения вот вот прямо это видно что будет удовлетворение потому что вот сделана хорошая работа я не знаю вот здесь вот уже это очень субъективный такой показатель который ну объективно не говорит о том победит она или нет хотя во многом можно подумать что действительно это говорит о победе но она может ну я не знаю планка какая у нее может она просто вот поучаствовать в этой компании не победим так согреемся и вот в этом смысле она получит много предложений до дополнительных и она успокоится либо она действительно станет президентом и поэтому успокоится поэтому я не знаю какие у нее реальные запросы и как она рассчитывает да потому что входя в эту гонку она конечно же подхватила падающий факел у байдена да и понесла его сама и для нее сейчас очень важно просто не обложены не облажаться вот и все может быть а может быть она действительно ставит максимальную планку и в этом смысле она будет удовлетворена то есть по тому какая планка поставлена она будет удовлетворена вот так вот я могу трактовать дальше узел из 5 у нас но это и было уже в предыдущий день и меркурий из первого у нас так а вот это меркурий из 1 а смотрите еще меркурий в первом доме что хорошо встал на ее везение то есть она здесь знает что ее эго классная вот вот здесь вот прям вау я я сделала всех вот вот смотрите как много показателей того что она прям будет счастлива вот это вот он получается хорошо да и три аспекта у нас на десятом доме то есть смотрите вот где больше всего аспектов это в три в десятом доме то есть вот все сконцентрировано на десятом доме это значит наше внимание наша энергия именно там да и три аспекта аспекте три аспекта идут на 10 дом то есть здесь вот прям концентрация внимания концентрация энергии всего остального теперь давайте по байдену посмотрим по выборам с на так выборы обновим чтобы было пятое число и байдена поставим такой трампа прошу прощения да вот ставим трампа и что мы здесь видим здесь опять история не такая утешительная но с другой стороны если глубже заглянуть то много утешительного мы здесь увидим а с чего начнем сейчас я перелистаю у меня тут шпаргалочка чтобы мы четенько все шли так это харрис сейчас так 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 по трампу 5 красных 2 зеленых а вот вот эти все аспекты я посчитала их 5 красных 2 так 2 зеленых и 2 соединения соединения трактуются может плюс может минус смотря какие планеты соединились да но давайте начнем с красных лилит со второго дом вообще у него концентрация смотрите красных аспектов сразу три красных аспекта причем вот это вот когда очень сильно но вот прям такая жирная красная ли ну вообще жирные линии когда в аспекта это значит близко к точному соединению это значит что вот в этот момент как раз эти соединения будут работать и смотрите вот по если у харрис концентрация на десятом доме да вот по всем аспектам то здесь концентрация на втором доме то есть финансы поют романсы вот прям полностью он банкротище банкрот вот просто вот на момент выборов тут ресурсы просто терпят все все самое негативное значит от лилита у нас идет населенную но это было как раз вот когда мы с вами рассматривали его в этом как его предыдущие до наталья предыдущий транзит на дебатах но точное соединение она вот-вот наступит я просто посмотрела сейчас не буду тратить времени это наступит 11 ноября после выборов то есть вот это вот катастрофа финансовая она наступит 11 ноября по я может слишком громко обозвала это катастрофой но вот это как бы цыплят по осени считают посчитает он именно 11 ноября запомните эту дату потом следующий аспект у нас от узла в 8 до а подождите вот это от лилит вот эта слабенькая слабенькая это от лилит а вот сильная прям это прям точное соединение и это точно касается его ресурсов из-за больших вложений а нептун до подождите из-за больших чужих вложений 8 дом это чужие деньги из-за больших вложений от тех кто поверил в его предназначение до получается что он из-за больших вложений нехватка личных денег возможно он брал деньги под залог каких-то обязательств да и теперь ему приходит придется рассчитываться своими деньгами и он вот в момент выборов будет ну об этом думать это очень сильно вот прям дамокла в меч нависнет над ним в этот момент дальше луна пятый дом так вот луна в пятом доме вот пожалуйста тоже квадратирует опять второй дом но это просто вообще атас это реально катастрофа аспект этот ну луна как я уже говорила быстро движется и этот аспект точное касание будет в 22 30 то есть это как раз когда уже закончатся выборы они до скольки там будут но уже в конце выборов он поймет что слишком много спустил денег на эмоции творчество детей да то есть вот это по пятому дому до луна идет по пятому дому но это я просто перечисляю слишком много эмоциональных трат и теперь ну предстоит нехватка наличности то есть вот на этот самый нептун да у нас сразу два аспекта причем точных аспекта прям в этот день он поймет что он ну на грани финансового разорения дальше идем что еще венера в четвертом так а ну это уже подождите венера четвертый как венера 4 100 до венера уже в четвертом а это она была на момент дебатов по второму дому шла а сейчас она уже в четвертом и она оппозиция на солнце то есть солнце его вот доме карьеры до его его это солнце олицетворяет наше эго и в данном случае венера плохо аспектирует из дома семьи а знаете здесь может всплыть какая-то информация о семейных тайных желаниях венера это желание да то есть о каких-то вине о каких-то семейных делишках и это очень сильно разрушит его репутацию вот это вот и причем это точное касание я не знаю либо это что произойдет такое мне просто самой даже интересно как это проиграется но это точное касание вот либо прям накануне вот вот прямо перед самыми выборами плане венера она средней скажем так скорости да она ближе к медленной да и она аспектирует несколько дней и точное касание получается что будет как раз именно в этот день кстати давайте посмотрим какой день это будет ну вот смотрите вот буквально накануне накануне того что мы смотрим да прям вот вот как раз хотя подождите о чем мы шестое мы чё шестое смотрим нет 5 а все правильно но вот точное касание тут может быть чуть-чуть заранее до всплывет какая-то информация по его семейным делам по его семейным запросам да вот как он себя ведет может семье я не знаю ну вот что то такое произойдет а дальше 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 что еще у нас венера а ну все по негативным мы прошлись теперь давайте пройдемся уран здесь значит уран десятый из 10 вот это вот по венере это хороший аспект да значит что венера в одиннадцатом неожиданные события помогут удовлетворить сторонникам да то есть неожиданные какие-то события вот здесь вот кстати его сторонники могут опять как-то вот помните как в предыдущих выборов но как-то повлиять да вот здесь вот надо быть осторожными потому что тут как раз вот это сторонники да вот 11 дом а здесь какие-то неожиданные революционные кстати события вот вот что уран это еще и революции это какие-то спонтанные действия поэтому здесь вот и здесь это ему на руку и он я думаю он воспользуется этим шансом если этот шанс ему предоставиться поэтому ну потому что здесь вот вы просто если он не станет президентом и не сможет выполнить все обещания которые он дал спонсором да и тем кто в него верил ну я не знаю чем он будет рассчитываться а дальше юпитер в десятом прям точное касание на его узел все-таки ему будет способствовать удача в его предназначении понимаете вот здесь вот все таки при всех этих негативных аспектах с одной стороны вот все вот сконцентрировано на втором доме на финансах да с одной стороны он понимает что все плохо все ну просто тут либо все должно быть хорошо либо я пропал да и вот здесь вот еще ему будет способствовать удача со стороны юпитера да здесь тоже надо быть осторожными и это касание кстати вот точное касание будет 25 октября до на момент выборов она уже будет расходящимся то есть вот какие-то события могут происходить 25 октября накануне и это принесет ему дополнительные какие-то проценты скорее всего на выборах ну то есть это вот элемент везения который произойдет накануне до выборов а уже на самих выборов это касание она не такое точно да то есть вот здесь вот бояться не стоит ну того что какие-то могут быть непредвиденные ситуации и здесь меркурий так соединение если вид да вот прям точное соединение и здесь получается что в семейных делах будет какой-то соблазн да вот какая-то информация придет ему которую может быть ему захочется как-то сохранить не показать еще что-то но это вот как раз смотрите и здесь вот этот скорее всего эта информация все-таки всплывет ну ладно бог с ним вот по поводу этой информации как-то я нормально с ней без нее неважно а теперь смотрите теперь ставим следующий день 06 я знаете чего боялась что ну вот будет как предыдущих выборах он там начнет мутить там еще что-то делать и вот я хотела вот это увидеть и есть ли такое все а ну смотрите сразу много красных аспектов ушло либо он успокоится либо как-то вот ну что что-то произойдет здесь у нас меркурий нептун хорошо аспектировать начинает ну здесь получается из семьи могут прийти деньги вот так вот могут ну либо из тех кто считается его семьей от очень близких тех кого он скрывает может быть ну вот и вот здесь это корень можно сказать натальной карты это то что мы можем скрывать от окружающих да не обязательно эта семья это родина это это кто-то ну вот кто действительно находится там где где мы питаемся это наши предки да вот кто нас снабжает энергией вот дальше мы вот эту энергию продвигаем дальше и здесь получается что благодаря каким-то этим ресурсам он возможно что закроет эти финансовые дыры которые образуются процессе этих выборов вот такая вот история значит и четыре аспекта на второй дом действительно это довольно сложно а ну это я уже проговорила ну что здесь можно сказать скажите вы как вот исходя из этих всех аспектов какой вы какую ставку вы можете сделать я здесь постараюсь воздержаться для того чтобы вам дать возможность высказаться в комментариях потому что но вот посчитайте все плюсы минусы да вот как это может проиграться я так примерно набросала я это сделала для того чтобы вы видели как это все трактуется вот с помощью транзитов да и это вы можете делать и сами со своей натальной картой понимаете вы можете вот каждый день смотреть эти транзиты и знать когда у вас поднимется настроение когда упадет и это все легко этому обучиться вот у меня курс всего 990 рублей вы закачиваете единственное что вам придется самим закачать программу за 9 она бесплатная ну вот кто-то кто разбирается в этом но там есть платные какие-то варианты если вам надо будет вы это сделаете да но бесплатного варианта достаточно и вот для того чтобы трактовать вот видите как это легко и просто делается поэтому присоединяйтесь к нашему обучению если хотите ко мне на консультацию если у вас есть какие-то вопросы потому как какое решение принять вот натальная карта она настолько четко отрабатывает себя я вообще просто потрясающе в восторге вот понимаете так как это работает бывает вот смотришь аспекты и думаешь ну как ну вроде все хорошо но какие тут могут быть ссоры и тут бабах происходит какая-то ссора и ты смотришь вот прям точно в это касание это все произошло ну то есть это это и вот я когда прошлась по своей жизни по самым важным моментам которые вот действительно отложились у меня в памяти да они как раз совпадали с какими-то серьезными аспектами с какими-то такими днями и я сейчас буквально каждый день начинаю с того что смотрю свои транзиты и планирую день исходя из них понимаете когда важный разговор или как когда нужно принимать важные решения я уже понимаю под влиянием каких энергий я принимаю эти решения и уже в соответствии с этим я действую поэтому пользуйтесь пожалуйста астрологии натальной карты транзитами она просто она потрясающая и давайте дождемся выборов и посмотрим насколько точными были эти все описания но здесь очень хорошо что мы посмотрели на дебаты да мы знаем результаты дебатов и здесь вот по этим транзитом вы увидели как это все сработало да и сейчас мы можем сделать выводы вот по будущему событию дождем в ваших комментариев кто как вы считаете кто победит мне очень интересно ваше мнение да может быть если кстати к астрологам обращаясь если я какого-то аспекта не заметила или как-то не так от трактовала тоже напишите свои комментарии потому что ну есть много мнений да как трактовать и каждый выбирает для себя самое удобное да вот это это конечно же приходит с опытом и я допускаю что есть много астрологов намного более опытных чем я поэтому ваши комментарии приветствуются мне очень интересно знать ваше мнение и вообще вот напишите что что вы думаете по поводу этого разбора да я на этом буду наверно закругляться спасибо вам большое за внимание приглашаю вас на обучение на консультацию и вообще напишите вот такой формат разборов как вам интересно для меня это но не так я обычно в конце видео ставлю да вот как вам вот такое направление нашей работы вы приветствуете или не не стоит мне это выкладывать и как-то вот отдельно это все проводить вернуться к невербальному поведению я просто надея человек творческий мне когда интересно допустим невербальное поведение я им за ним ну вот если я вижу прям вопиющий какой-то пример да я хочу вам его показать а когда я вижу что из натальной карты из транзитов можно выдернуть хорошую информацию и вам ее тоже дать и это тоже будет интересным поводом для разговора я вот сюда переключаюсь без там как бы много разных инструментов для того чтобы узнать что-то анализировать да и я считаю что надо использовать все варианты да на этом я буду с вами прощаться спасибо за за внимание до новых встреч пока пока